В эфире главное время местное. Новости городов, станиц, хуторов Ростовской области в объективе местных телекомпаний. Ближайшие две недели вам помогу увидеть я, Валентина Колесникова. Здравствуйте. В Белоколитвинский район привезли крупную партию гуманитарного груза. Продукты, средства гигиены, необходимые предметы общим весом 5 тонн доставили на грузовике в социальный центр поселка Коксовы. Об открытии этого учреждения мы недавно рассказывали. Откуда пришла помощь и кому она сейчас очень необходима? В сюжете телекомпании «Белоколитвинская панорама». Одежду, продукты питания, предметы гигиены, раскладушки, констовары и многое другое привезли в социальный центр благотворительные фонды «Добро в пути», «Наши дети» и «Дари добро» городов Москвы и Самары. Директор благотворительного фонда «Добро в пути» Роман Степанов высказал слова благодарности Руслану Владимировичу Малоротову, кандидаты в депутаты Люберецкого района Московской области. Узнав о том, что в социальному центру необходима всяческая гуманитарная помощь, он сразу же откликнулся на этот призыв. Я помогаю беженцам. Он знает, что я ни одну сотню беженцев вывез из горячих точек. Он знает, что я ни один десяток тонн вывез гуманитарной помощи. Это в Ростов, Белго, Тверь, Кострому. Вот сюда уже второй раз везем. И он с вами связался и предложил свою помощь? И сказал, буду четко, конкретно. Ваш фонд работает честно, добросовестно, мошенников нет, будем говорить уж прямо. Я бы хотел через вас оказывать помощь людям. Что немаловажно, продолжил директор благотворительного фонда «Добро в пути» Роман Степанов, в дальнейшем планируется не только помогать людям, находящимся в социальном центре в честь святой Матроны Московской, но и сделать здесь капитальный ремонт, который крайне необходим. Как нам обратились, мы прямо первым взялом сразу откликнулись и пришли помочь. И думаю, что в дальнейшем тоже помогли. Заместитель главы администрации Белократинского района Владимир Самолик поблагодарил благотворительные фонды за оказанную поддержку. А директор многофункционального социального центра Ольга Пивоварова и глава Коксовского сельского поселения Сергей Киреев вручили руководителям фонда, а также тем людям и организациям, которые предоставили различный гуманитарный груз, благодарственные письма и грамоты. К нам сегодня приехали прекрасные люди, которые не остались в стороне в вашей беде, которые привезли частичку своего сердца, своей души к нам. Они помогли нам, чтобы мы жили здесь беззаботно и комфортно. Директор центра Ольга Пивоварова также отметила, что гуманитарная помощь в таком объеме в социальный центр еще не поступала. Для всех нуждающихся, в том числе и беженцам из Украины, это большая поддержка. Спасибо! В этом году исполняется 100 лет с начала Первой мировой. Донское казачество отправило на нее 125 тысяч человек. Отчаянные героические их подвиги стали темой многих исторических романов и фильмов. В станице Кривянской Октябрьского района мужество земляков недавно запечатлели в бронзе. Журналисты телекомпании «Видеотон» об открытии монумента. Гимнан Всевеликого войска Донского встречал в сводной хоре руководителей района. В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Донского края Сергей Горбань, глава Октябрьского района Евгений Луганцев, благочинный Нижнедонского округа Ротаирей Сергей Яценко, представители духовенства и казачества. Принципиально важно, что вы помните своих земляков, которые отдали свою жизнь, которые совершили нечеловеческий подвиг в Первой мировой войне. Мне, Евгений Петрович, очень бы хотелось, чтобы наши детки во время уроков истории в обязательном порядке могли в том числе и прийти сюда, посмотреть на нашего знаменитого земляка, посмотреть ему в глаза, оценить и понять, кто и что мы на самом деле себя представляем, что мы сделали в этом мире, что мы после себя оставим. Гильлянда цветов, возложенная памятнику казакам героям Первой мировой войны, символизирует нашу благодарную память. Пусть помнят дети и внуки, подвиг своих героических предков. Георгиевский крест в русской армии выдавался рядовым только за личную храбрость на поле боя, а офицерам и генералам – за храбрость и победы в сражении. Получить его в тылу было невозможно. Полный Георгиевский банк состоял из четырех крестов и четырех медалей, поэтому заслужить статус полного Георгиевского кавалера могли только люди поистине легендарной храбрости. По данным исследователей, за неполные четыре года войны 36 тысяч донских казаков были награждены Георгиевскими крестами, а около 600 героев имели полный бант. Наши казаки отстаивали действительно свое отечество. Погибло наших казаков и русских. Два миллиона человек сложили головы. Открывая этот памятник, память наших земляков, казаков, героев, мы должны четко, ясно помнить и знать, что мы должны быть сильными духом, мы должны быть физически сильными, чтобы всегда дать отпор тем несправедливым, тем людям, которые жаждают крови наших казаков и нашего русского народа. Донцы принимали участие во всех важнейших операциях. Казачья конница была грозой для противника. На мемориальной плите высечены имена героев казаков из хуторов Керчик-Савров, Малыни-Святая, Станиц-Заплавская, Бессергеневская, Кривянская, села Алексеевка. Очень благодарны нашего района, нашего юрта, благодарны и губернатору Сергею Ивановичу, и Евгене Петровичу Луганцеву за то, что мы вот такую красоту здесь поставили, потому что все мероприятия казачьи, строевые смотры и все остальное, мы будем здесь проводить, потому что это теперь памятное место. Примечательно, что этот памятник расположен рядом с храмом Тихона Задонского. В каждый православный праздник и не только жители Станицы могут поклониться памяти героев-земляков. Сейчас у православных Успенский пост, самый короткий из всех постов, он длится всего две недели. Начинается янтарным медовым спасом, в центре его преображение Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божьей Матери. Успенский пост почти такой же строгий, как и великий, рыба разрешается только в праздник преображения Господня, а вот освященный в день начала поста мед есть можно. И в принципе его можно есть в течение всех двух недель. С 14 августа 2014 года, праздника Медового Спаса, в православных верующих начинается двухнедельный Успенский пост. Считается, что в этот день пчелы заканчивали собирать мед, и пчеловоды могли собрать новый урожай душистого меда. На Медовый Спас принято нести мед в храм и освящать его там. Благодарность Богу за новый урожай. День Медового Спаса 14 августа в церквах также освящает воду память о крещении Руси. В храме Блаженного Павла Таганровского проходила служба. Православные жители поселка святили мед и воду, ставили свечки. Примет на Медовый Спас существует великое множество. Так, в деревнях считается, что если на Медовый Спас выкопать колодец, то отравить воду в нем никто не сможет. Мак для выпечки в Первый Спас обладает целебными свойствами. На Медовый Спас принято купаться, так как вода обладает целебными свойствами. Это была программа «Главное время местное». Смотрите нас завтра в это же время. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова